еще раз друзья всем привет скажите пожалуйста слышно ли меня хорошо ли слышно так хорошо спасибо так у нас сегодня с вами прямой эфир в нашем прямом эфире будет гость это врач орнитолог которая специализируется именно на птичках на лечении птичек ее зовут юлия я вот вижу что она уже сделала запрос давайте подключимся ждем юлию нельзя привет всем привет спасибо что смогла уделить время так сейчас секундочку как мы поступим я выписал себе на листочке вопросы список вопросов мы сначала когда по ним пробежимся а потом если вопросы еще останутся то ответим на них давайте начнем ну чтоб не тратить время я очень плохо тебя слышу так сейчас слышишь ну да я все слышу ну давайте юль скажи пожалуйста какие самые распространенные болезни у попугайчиков у крупных у средних ну и у маленьких ну давайте тогда с маленьких начнем допустим волнистики если по моему опыту судить и по опыту моих коллег то чаще всего волнистики приходят на прием с заболеваниями желудочно-кишечного тракта это может быть и воспаление зоба инглювит энтерит бактериальные и разного происхождения это может быть к ним докаптоз чесоточный клещ в основном вот такие также респираторные заболевания это и синусит и бронхопневмония и прочее прочее если взять допустим среднего попугая то у неразлучников это чаще всего может быть риносинусит то есть они часто простужаются также у них бывает часто нарушение полового поведения они несут яйца бесконечно тоже за этим нужно следить а если взять наших с вами попугаев то есть там жаку амазон крупных то они чаще всего болеют именно из-за неправильного кормления и содержания потому что большая птица должна летать много и если активностью недостаточно высокая то будут заболевания респираторной системы тот же аспергилез потому что в злухоносные мешки не успевают вовремя прочищаться будут нарушения психики которые могут переводить к самоощупу то есть крупный попугай всегда должен иметь много-много нагрузки и психической и физической и тогда он будет здоров вот то есть важно знать именно каким заболеванием предрасположен ваш вид попугая чтобы как бы вовремя их предотвратить хорошо а у тебя попугайчик какой амазон желтолобый крупный попугай очень крупный полкилограмма крупнее чем жаку ну такого же размера примерно хорошо ну вот а по твоему опыту вообще вот чаще всего с какими болезнями обращаются к тебе именно подавать по крупным попугайчиком владельцы самоощупь это прям самое актуальное особенно у жаку и у кокоду потому что это попугай очень не социальные которым нужно много-много внимания много общения и люди часто покупают их и не рассчитывают свое свободное время в итоге попугай сидит один дома у него нет занятий у него нет досуга он зависим от своих хозяев особенно это касается выкормышей и в итоге чтобы привлечь внимание он начинает самоощупываться на фоне стрессов но самоощупывание чаще всего является симптомом какого-то основного заболевания либо вот на фоне стрессов ревности просто от скуки я понимаю так хорошо но вода если у попугайчика нету каких-то ну каких-то видимых симптомов то как понять его владельцу что с ним что-то не так основной на что нужно обращать внимание это активность попугая аппетит помет и вес то есть вы обязательно следите за пометом то есть он должен быть оформленный без воды не зловонный обязательно взвешивайте попугая хотя бы иногда стоит иметь дома кухонные весы самые простые любые годятся нужно знать вес нормальный для своего попугая и там изредка его взвешивать тогда вы сможете как бы своевременно заметить либо ожирение у попугая либо наоборот какое-то истощение оперение также очень показательно нужно следить чтобы она всегда была гладким шелковистым блестящим ровным цвет пера тоже не должен изменяться в течение жизни не должно появляться перьев нового цвета желтых или красных то есть она всегда должна оставаться изначального цвета это тоже может быть символом заболевания но это активность если попугай стал вялым если он спит днем много если он хохлится тоже может свидетельствовать о заболевании прошу на пропонет ты сказала у птичек же бывают глисты тоже бывают глисты и поэтому заметить сложно иногда вообще невозможно поэтому обязательно нужно делать профилактическую дегельминтизацию два раза в год и желательно конечно перед этим делать анализы но не у всех есть возможность в городе не у всех есть ветрач по птицам и лаборатория поэтому лучше сделать просто профилактическую чтобы уже точно там никого не осталось по инструкции по весу здоровой птицы это не будет вредно по ним понятно так ну хорошо а как часто тогда нужно в принципе обследовать птичку если ну в общем то выглядит она достаточно здоровой желательно хотя бы каждый год один раз возить на обследование такое общее то есть и осмотр и основные анализы должны будут у птицы взять кровь феринген сделать микроскопию мазков из зоба и склаки ну то есть основное посмотреть и также помет на простейших на гельминты чтобы просто убедиться что ничего хронического или в скрытом течении нету а рентген нужно делать тоже да рентген обязательно нужно делать причем в двух проекциях то есть и на спине и на боку так мы можем оценить состояние внутренних органов и печени почки сердце легкие воздухоносные мешки если нигде никакой патологии потому что иначе как бы сложно оценить состояние той же печени там уже ако кроме как рентгеном вот я тут увидела мельком вопрос как раз потери вот какой глистогольный препарат что лучше дать много разных препаратов проще всего взять комплексный который как бы уничтожает все виды гельминтов основные допустим паразитал для котят можно купить и он уничтожает нематоды триматоды то есть все что нам нужно там есть подробная инструкция как им пользоваться но лучше конечно обратиться за консультацией чтобы вам выписали конкретную дозу на вашу попугай на его вес в вашей ситуации чтобы уже точно все прошло благополучно и так вот допустим да паразитал для котят годится я поняла но лучше проконсультироваться первый раз хотя бы тоже а потом будете знать как уже делать хорошо скажи пожалуйста вот если например с птичкой куда-то собрались лететь на самолете какие анализы в основном требуется да и вот это я насколько знаю терринальное свидетельство нужно делать смотри это очень интересно потому что я как раз планирую улететь в конце августа и я вот интересовалась этим вопросом и разговаривала на днях с девушкой с департамента ветеринарии что нужно чтобы там привезти по россии попугая в самолете она сказала что нужно получить справку ветеринарную форму номер один вет плюс отрицательный анализы на армитос и сильный лес потом я позвонила в аэрофлот и спросила то же самое мне сказали что не нужно вообще ничего то есть ни справки не анализов просто бронируйте билет звоните в авиакомпанию предупреждайте что вы будете с птицей оплачиваете билет и все птица должна быть переноски которая накрыта тканью ну видимо чтобы не было лишнего там шума запаха и чтобы птицы не было страшно выставить ее под кресло либо на коленочке и все и летите то есть даже дополнительного билета покупать не нужно будет как ручная кладь ну вот так скале в аэрофлоте а так посмотрим на деле как оно окажется интересно а то тоже разные отзывы компания везде да да лучше звонить именно в каждую компанию насколько я слышал не очень хорошие отзывы ну не знаю посмотрим ну разные да хорошо скажи пожалуйста вот по поводу купания наверное птичек если прям вообще не хочет и впадает в ужас убегает видно что сильный стресс то не надо даже мучить поставите там увлажнитель допустим этого будет достаточно прям вот купать это не так на самом деле важно не могут очиститься сами но воздух должен быть влажным так разные способы лучше испробовать то есть там попшикать из пульверизатора или поставить купалку или отнести в душ под струю воды то есть всем нравится по-разному что-то точно понравится чаще всего именно обшикивать главное не застудить после купания следить чтобы было тепло никаких сквозняков можно полотенчик укутать ненадолго чтобы он высох и потом уже все ну и не сушить феном само собой да 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 то мало ли найдутся хорошо игрушки игрушки для попугаев из каких материалов вот прям нельзя точно тканевые не стоит потому что везде есть нитки которые можно выщипать и кто-то просто выщипает и выплюнет а кто-то ее проглотит и будут проблемы придется как бы доставать не стоит использовать с мелкими металлическими частями потому что это тоже можно заглотить там надеть себе на клюв зацепить на голову куда-нибудь надеть не стоит покупать с красителями игрушки знаете есть такие деревянные которые вот все очень яркие в красителях иногда там вот пищевые красители а иногда нет то есть это тоже может быть не полезно пластиковые можно разгрызть и поцарапаться осколком поэтому лучше покупать деревянные не окрашенные без ниток у вас такое ну а если деревянным не проявляет интерес у нас не проявляет интерес можно попробовать детские 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 игрушки они чаще всего безопасные и вот и тоже их интересует можно попробовать хорошо так у меня утаскивают список секунду так юль а вот по витаминам как понять хватает ли витаминов птичке и может быть какие-то витаминшки стоит давать или какой-то предыдущий период давать ну на самом деле если птица кушает фрукты и овощи у нее прям разнообразный рацион тогда витамины не нужно давать их нужно давать если птица вообще ничего не ест у нее линька проходит тяжело клюв слоится коктит растают перо тусклое в таком случае можно добавить дополнительные витамины но главное никаких витаминизированных кормов то есть корм должен быть основного рациона и уже дополнительно витамины из вет аптеки в поилку или в корм вы добавляете есть неплохие от биофар допустим они там тоже будут разные для линьки для иммунитета для костей по сути все одинаковые поэтому любые можете купить и по инструкции на вес там попугая в течение месяца два раза в год давать вот но без необходимости нет смысла во время лечения или в период восстановления или во время линьки вот можно так незачем ну вот раз мы про линьку заговорили вот во время линьки когда это первая линька и насколько сложно она проходит у всех и сложно у всех сложно чем больше попугай тем сложнее она всегда проходит долго и мучительно возраст разные наступления ювенальной линьки ну чаще всего там это 9 месяцев в год ну вот для крупной птицы для мелкой птицы чуть пораньше начинается да в это время нужно обеспечить максимальный покой тишину лишний раз не трогать нервировать гостей котов а длительность самой линьки сколько она длится она может там до трех месяцев длиться потому что меняется все перо и оно постепенно меняется и поэтому это часто затягивается особенно если условия кормления сержа не нарушены вот может да что-то пойти не так и она еще может затянуться но главное следить чтобы не было лысых участков во время линьки все равно не должно появляться тогда это уже патологическая линька не ювенальная то есть тут уже нужно идти к врачу обязательно значит что-то пошло не так а то еще надо заметить как-то вовремя насколько сильно теряет оперение все же по-разному наверное ну по-разному но все-таки именно на месте выпавшие упирают чаще всего сразу растает новое поэтому оно как бы не выглядит что птица там облысела внезапно оно все плавненько постепенно происходит а вот если облысела значит уже да надо к врачу по поводу лампы тогда еще вот ультрафиолетовая лампа да нужна она не нужна и как вообще ей пользоваться сколько гореть должна где стоять вот этот вопрос тоже получается лампа нужна потому что птицам очень-очень нужен ультрафиолет в принципе они его видят и любят и чувствуют он для них важен так как является точником витамина D а солнечный свет сквозь окна проходит очень в малом количестве в недостаточном для птицы поэтому лучше особенно если у вас темно дома если темная сторона или если это зима или осень такое темное время лучше купить эту лампу повесить ее на угол клетки там сантиметров 25 над клеткой чтобы он точно до нее не добрался потому что часто бывает грызут их разбивают ну и тоже вот часа на 3-4 в день достаточно будет но тоже опять же зависит от того насколько темно вообще зимой можно подольше летом там поменьше но само расположение смотри например это где-то сбоку клетки или сверху клетки удобнее всего вот прям на угол клетки повесить сверху то есть чтобы она как бы вся освещалась и вот так будет хорошо а если сверху поддоном закрыто поддон вынимаем а можно тогда немножко у нас везде поддоны сверху потому что площадка наверху игровая да я поняла либо тогда вынимать либо можно повесить ее сбоку либо есть специальные лампы которые они обклеиваются вот так вот вдоль клетки прям по ее верху поперем такая полосочка можно вот такие купить тоже удобно будет тогда он и ничего не разгрызет и как бы поддон не помешает так ну хорошо а давай по питанию тогда еще что категорически нельзя попугайчик ну вот там еду со стола понятно мы не берем это само собой а вот так вот из каких продуктов какие продукты запрещены тоже ты знаешь очень много споров на эту тему есть как бы большинство орнитологов современных считает что можно вообще все то есть все именно фрукты овощи и зелень то есть есть же там споры насчет петрушки укропы допустим можно их или нет вот именитые орнитологи у нас в России считают что можно вообще все то есть давали там и картошку и манго авокадо укроп и петрушку и птицы как бы рады и здоровы поэтому вот из этого получается что действительно можно как бы почти все но главное чтобы оно было без нитратов желательно то есть там либо свое либо как-то проверять то что часто будет отравление а так да с человеческого стола ну понятно жареное соленое жирное вот такое лактоза тоже она у них не переварится кисломолочные продукты можно молоко не стоит вот так ну вот а там кашу вот кто-то дает там да без соли если она с вами сваренная если пить кашу кашу можно без соли без масла есть просто сомнения в ее полезности ну то есть насколько это вообще как бы нужно но точно не вредно как бы поэтому кашу допустим гречневу пускай ест яйца вареные можно творог можно главное чтобы не очень жирный ну там не более 5 процентной жирности ну и не совсем обезжиренный там 1 процент допустим вот можно кефир также ага хорошо а вот зерновой корм может быть какой то ты порекомендуешь что лучше на самом деле зернового корма в рационе должно быть не так много то есть это не свойственная птицам пища поэтому как бы они должны питаться там фруктами овощами плодами ветками всем 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 и немножко этого корма хороший ну допустим престиж неплохой но в целом они все такие под сомнением всеми кормами травятся условия хранения в магазинах нарушаются на складе тоже нарушаются они обсеменяются клещами насекомыми верно прогоркает там заводятся некотоксины поэтому там какой бы корм вы не купили обязательно его просматривайте нюхайте не пахнет ли он плесем и тогда только даете ну престиж да неплохой главное без добавок без лишних то есть чтобы не было кучи цветных частиц каких-то там сладких добавок вот такое чем проще тем лучше чистое и простое зерно и все хорошо и давай еще тогда по поводу аптечки которая должна быть у каждого владельца попугая что самое важное для чего не обойтись ну наверно для начала нужно иметь все для становления для того чтобы остановить кровотечение которое может начаться если птицы травмируются или если вы коготь не так подстригли допустим для этого нужно иметь хлоргексидин гемостатическую губку она в любой аптеке продается такая небольшая губочка желтая коллагеновая и калийперманганат то есть там если коготь допустим не так подрезали опускайте влажную палочку в флакончик калийперманганата кристаллы налипают и вжимаете это сильно в ранку это касается клюв и когтей если у вас допустим на мягких тканях рана то отрезаете кусочек этой губки и сильно-сильно вжимаете в рану она коллагеновая и со временем просто рассосется ее не нужно доставать оттуда можете подержать там рукой или заклеить пластырь вот крути не остановится помимо этого ну так на всякий случай нужно иметь кальций и глюканат в ампулах нужно иметь какие-то основные антибиотики широкого спектра действия ну так могут пригодиться внезапно там ветеринарные байтрил или какие-нибудь человеческие чтобы потом не бегать не искать шприцы инсулиновые всегда должны быть что еще ну вот хлоргексидин уже сказала для обработки любой раны которая появилась там где то что-то там он разбил полили и все левомиколь можно масса иметь под рукой тоже смазывать ранку она масса с антибиотиком противоспалительная заживляющая очень удобно спрей есть хороший терамицин ветеринарный тоже на открытые раны пшикаете подсушивает заживляет в целом ну вот это основное то есть антибиотики там ран обработать установить и калия кальций и глюканат но опять же антибиотики только по назначению врача просто они у вас допустим лежат на полке и что-то случилось вы написали обратились за консультацию в клинику и потом уже используете как вам назначить если назначить после анализа ну вот ты сказал вот она коготь если не так обрезали насколько я знаю лучше не обрезать лучше или как вообще в норме их вовсе не стоит трогать то есть у нормального попуга они и не отрастают то есть они растут он их сам стачивает обо что-то или сам себе делает маникюр но при некоторых там патологиях бывает что они сильно отрастают становятся острыми мешают и хозяевам неприятно птица контактировать и птица сама может зацепиться за что-то повиснуть травмировать лапу поэтому в этом случае если они прям сильно длинный то подрезать лучше это будет быстрее и для птицы лучше потому что значит вы будете пилить 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 она в стрессе если немножко там остро главное как бы знать как это делать правильно если что-то пошло не так и это как бы фонтанирует кровь чтобы вы не паника не бегали а сразу знали как бы спокойненько остановили, и всё. Понятно. Ну вот мы пилим, и если только немножечко, получается, они начинают как колодцы, знаешь, неприятные, руки как будто... Ну я тоже, да, я тоже делаю. Очень неприятно. А может быть, когда про клюв тоже, нужно ли что-то с ним делать? Клюв отрастает редко в норме, то есть если там только к ним докаптался, клюв длиннющий, тогда его отрезают. Чаще всего он именно слоится. Но если он слоится, как бы не стоит его там полировать пилкой и смазывать... Кто-то смазывает маслами, там, облепиховым, допустим, и прочими. Тут нужно не сверху решать проблему, а изнутри, то есть там скорректировать питание и содержание его, и тогда клюв спустя время тоже будет гладкий и красивый, без всяких расслоений. Но ведь если попугайчик часто грызёт ветки, да, он, наверное, всё равно слоится? Нет, наоборот, наоборот. Чем больше он грызёт веток, чем больше у него всяких таких погрызушек, там, хорошие игрушки, это помогает ему, как бы, клюв в норму привести. То есть он таким грубингом занимается сам собой. Если ему не было, чтобы погрызть, то клюв может и длинным быть, и расслоённым. Так, хорошо. Ну, мои вопросы, в принципе, они закончились. Давай тогда посмотрим, что там на сколько он написал. Я видела, что были вопросы. Вот у Верселя Лага хорошая или карма, спрашиваю. Да, хорошая. Это вот как раз тот престиж, который я говорила. Опять же, у них есть корма обычные и подороже. Вот обычный корм, который в белой упаковке, лучше купить его, потому что в том, что подороже, уже куча всяких добавок, и как бы лучше попроще купить, и всё. Ну, вот говорят, что в престиже одни семечки. Много семечек, да. Жако часто именно выбирают одни семечки, больше ничего не едят. Их можно самостоятельно немножко оттуда повыбирать, чтобы было, ну, как бы по сбалансированию, поменьше семечек, чтобы было. Скажите, пожалуйста, нашли те капли, которые вы писали, у нас конъюнктивит. Может, какие-то капли можно? Так, это, наверное, были, я, конечно, не помню, но если конъюнктивит, возможно, это были капли ципровед, а они в ветеринарной аптеке продаются. Вы можете посмотреть ципромед, это то же самое, только в обычной аптеке. Вот, можете их глянуть. Ну, в любой аптеке они прямо точнее. Это серьезная вещь для птичек. Бывает первичный конъюнктивит, бывает вторичный. Если это первичный, то есть птица там просто поранила глаз, расчесала, тогда это достаточно быстро и легко лечится, если вовремя начать. А если это вторичный конъюнктивит, как следствие там какого-то основного серьезного заболевания, это бывает орнитоз, бактериальные инфекции, респираторные, тогда это серьезно, да. Тогда тут надо не глаза лечить, а вот именно основное заболевание. Так. Как приучить жопу к фруктам? Ест только избранные, крайне редко только корм, где-то придет. Очень сложно, но это нужно работать именно с каждой птицей отдельно, так консультацию онлайн тут не помочь, именно с приручением и приучением, разве что вот заставить его как бы заинтересоваться искренне этими фруктами с помощью каких-нибудь форожилок или копошилок. Есть такие специальные металлические форожилки в виде шарика туда засовываете, там половинку грейпфрукта, допустим, или что-нибудь еще. И ему интересно как бы поиграть, и он в это же время начинает есть, и тогда, ну может быть, он потом их станет кушать. Так же копошилки, вот он там что-то лазит, и в форме игры приучить можно попробовать. Копошилки, наверное, больше для маленьких попугайчиков. Нет, есть большие специальные. А, нет, для больших копошилки нужно всем, всем-всем-всем попугаям, потому что они в природе именно тем и занимаются, что там бродят, собирают еду и наверху, и внизу тоже, поэтому копошилки всем нужны. А наполнение самой копошилки, когда оно одинаковое может быть для маленьких или для маленьких? Ну нет, надо учитывать именно. Все эти травки они добавляют. Травки, да, травки, в принципе, одинаковые для всех, а так вот именно, в принципе, да, одно и то же все должно быть. Ветки, травы, лепешки глиняные, вот, орехи. Так. Тут вот говорят, видимо, по влогу перелета, главное сдавать в багаж птич, иначе погибнет. Да, 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 в багаж лучше не сдавать, потому что условия там, конечно, иногда вообще ненормальные. Согласна. Так. Как получить онлайн-консультацию? Вы можете просто в директ написать или в WhatsApp, ссылка там есть у меня в аккаунте. Он спрашивает, может ли попугай переборщить с форму? Это как? Если он у вас, ну, видимо, это имеет в виду, если он сидит в клетке постоянно, у него очень мало активности, тогда он будет толстым, да. Но если он постоянно летает, то ожирения у него не будет. То есть он лишнего не съест, и оно расходуется. Но, да, должно быть активности много, тогда он не переборщит. Хотя бывают сами по себе жирные корма некоторые. Или там, допустим, много дают яиц, или там каш, или пророщенного корма очень-очень много, и тогда тоже бывает лишний яйц. Лампы для Жако. Ну, вот Аркадия хорошая лампа, ультрафиолетовая. Так, если большая восковица, возможно, там именно гипергератоз из-за нарушения полового поведения. Нужно посмотреть, что с восковицей. Возможно, нужно... Это у самочек при большом количестве плавых гормонов женских появляется такой коричневый нарост на восковице, и тогда уже нужно корректировать все содержание птицы, и этот нарост быстро сам отваливается. Визуально непонятно, жирный ли попугай. Вообще непонятно. Даже наоборот бывает. Вот смотришь на птицу, она прям выглядит худенькой, такой стройненькой. Даже хозяева говорит, он у нас тощий. Берешь его, он весь в липомах, весь в жиру, и наоборот. То есть такая раздутая птица, она истощена, потому что она как раз специально хохлится, чтобы касаться больше. Поэтому только взвешивать или оценивать упитанность. То есть берете птицу, сманчиваете ей грудку спиртом, водкой, водой, раздвигаете перья, находите грудную кость, и мышцы по бокам. Как куриная грудка, представьте, вот то же самое. И смотрите, насколько там мышцы как бы наполнены. Если там торчит одна кость, и мышцы по бокам вообще нет, тогда птица истощена. Юль, тут вот пишут по поводу теста ДНК. Может, ты знаешь, насколько он точен? Говорят, по тесту девочка ведет как мальчик себя. Ну, можно, конечно, пересдать, но вообще он достаточно точный. То есть там около 90% точность. Ну, лучше сделать несколько раз, если есть возможность. То есть он, конечно, не дешевый, но вот чтобы прям вообще убедиться. Ведет себя как мальчик, это, ну, как это интересно. То есть он... А как вообще чисто визуально определить девочку, мальчик? Визуально у 80% птиц нет вообще полового деморфизма. То есть они выглядят все одинаково. Поэтому никак. Много есть каких-то таких маркеров, по которым как бы определяют, но это все вообще не точно. Это может отличаться точно только с помощью анализа. Ну, понятно, там у волнистиков можно определить, у какой-нибудь кореллы по щечкам иногда можно. То есть если они яркие, насыщенные, то якобы это мальчик. Ну, опять же, бывает, девочка с насыщенной, на мальчика с тусклыми. Так что лучше не пользоваться этими способами. Если... Прокупание. Если купать в душе в маленькой клетке? Можно так. Если ему нравится, то можно, конечно. Тем более он будет чувствовать себя более спокойно в своей там клеточке. Ну, как бы, можно так. Так, ну я больше, в принципе, ничего не вижу. Так, сейчас... Мозоль на лапке. Мозоль, смотря какая, если это натоптыш, пододерматит, тогда вам нужно будет сделать содовые ванночки сначала, чтобы эту мозоль размочить. И потом уже хлоргексидином или в миколь ее смазывать. Ну, это такое, достаточно долгое лечение. Нужно разобраться сперва, что это за мозоль. Про ногти и про когти, если что, у меня пост есть. Можете посмотреть, там прям подробная инструкция с картинкой, как их стричь. Так. Вот какие, как часто Жаку нужно сдавать анализы, мы, по-моему, это уже... Ну да, раз-два в год. Ну хотя бы, то есть один раз, желательно два. То есть даже если у вас в городе нет ветеринарного врача по птицам, можно просто собрать помет суточный, специальный стерильный стаканчик, понемножку там утром, днем и вечером, и отправить уже в любую лабораторию ветеринарную. В каждом городе они есть, потому что везде есть птицефабрики, откуда как бы тоже сдают помет в лаборатории. Так что, ну как бы, вам точно сделают анализ на гельминты и на простейших хотя бы. И на бактерии часто сделают. То есть посмотрите, что там. Хотя бы помет сдать, там раз в год можно. Вот. Спрашивают, можно ли семена чья попугам, попугаем среди? Можно. Семена почти все можно. А сколько должен весить Александрийский, не ручной? Если вы не прощупываете, весит около 700 грамм. Ой, 700 это очень много для Александрийского. Если весы исправные, то это много, 700. Весы используют, наверное, кухонные, да? Кухонные именно, которые до десятых показывают. Там до сотых не надо, это в клинике, а до десятых хватит. Говорят, писали про помет. Я не нашла про помет. Нашла. Пожалуйста, у самки, ну вот у самки помет нормальный, но порой прилипает к пуху у попки. Самка хороший, а самка активная. Что это может быть? Нет, нормальный помет точно не должен прилипать к лаке. Она должна быть всегда чистая, пушистая. Поэтому лучше все-таки сдать анализ или свозить к врачу на прием. Могут быть и гельминты, и бактерии. Крориальная инфекция хроническая, допустим. Поэтому у нее вроде бы помет неплохой, но бактерии там есть. Или грибы. Вроде бы все. Вроде бы все, да. Если ничего не упустила. Да, вроде бы закончили. Ну, мне кажется, мы очень много что обсудили сегодня. Ну так, да, пробежались. На самые остальные вопросы мы точно разобрали, ответили. Спасибо большое всем, кто к нам присоединился сегодня. Спасибо, Юль, тебе за время и за такие развернутые ответы. Наверное, те, кто хочет записаться к тебе, то потом на консультацию... Да, если что, проходите по ссылке, пишите, записывайтесь. Отвечу на ваши вопросы. А, или это ватсап? Консультирую сейчас онлайн по ватсапам. Ну вот, так что каждый может написать и проконсультироваться. Все, спасибо большое. Спасибо, Юль. Пока-пока. Пока-пока. До свидания.